Дорогие друзья! Добрый вечер! Сегодня мне помогает гитарист Дмитрий Колтаков. Прошу не только жаловать, но и любить. У нас с вами сегодня трудная задача. Надо будет успеть представить новый альбом о русских царях «Звезду Дарю». А также, страшно сказать, мои мемуары, автобиографические зарисовки, книга. Сегодня я зачитаю кое-какие главы и надеюсь, что будет интересно. Ну, конечно же, мы не сможем обойтись и без ваших заявок. Однако я должна оговориться, поскольку у нас с Дмитрием Колтаковым сегодня только 15-й концерт, а песен 200, то он разучил за очень короткое время порядка 45-ти уже. 45-ти. Поэтому, если вы будете заказывать, не обижайтесь, если вы не попадете. У нас будет в некотором роде «Угадай мелодию». Но, тем не менее, будем пытаться. По дороге шла толпа людей, Каждый нес по тяжкому кресту. Двигались они немало дней, Отмеряя за верстой версту. Вот средь этих путников хитрец Незаметно к лесу он свернул И спилил там у креста конец Чтобы крест не так плечо тянул И довольный путников догнал С легкой ношей весело идти Только об одном хитрец не знала Что ущелье было впереди И кресты над пропастью легли Прямо от начала до конца По крестам они перебрались Все за исключением Хитреца Крест его теперь был слишком мало Выбрал жребий сам себе хитрец Свой же крест никто ему не дал Ведь спасти чужой не может крест В жизни крест у каждого есть свой Не спеши свернуть в манящий лес Знает Бог, несешь ты для чего Этот тяжким кажущийся крест Знает Бог, несешь ты для чего Этот тяжким кажущийся крест Должна сказать, друзья мои, что сегодняшний концерт Проходит при поддержке православной службы милосердия И он является благотворительным То есть те денежки, которые вы потратили на билет Пойдут на благотворительные цели Ну и разрешите мне Потихонечку Начинать представлять вам новый альбом Конечно, я весь не смогу представить Да, и, наверное, это ни к чему Но некоторые песни, касающиеся наших замечательных императоров Я хотела бы сегодня исполнить И первая песня про Екатерину Вторую называется «Табакерка» Екатерина Великая Польским послом недовольная Гневно и желчно позволила С ним говорить о делах Стат секретарь государыни Молвил придворным в полголоса Жаль, что опять наша матушка Неосторожна в словах Екатерина услышала И, изменив настроение Почевать гостя заморского Стала обедом тот час Только за кофе позволила Взгляд задержав на мгновение Секретарю замечание Высказать парой фраз Ах, ваше превосходительство Вы слишком дерзки, мне кажется Чтобы беспардонно советовать Императрице самой Гневно пронзив совеседника Взглядом, исполненным важности Вышла царица, раскланившись Еле владея собой Шел, словно в воду опущенный Ждать своего увольнения Стат секретарь государыни Только б еще не в тюрьму Тут коммердинер догнал его Чтоб передать повеление К императрице приказано Срочно явиться ему Все-таки как вы осмелились Сделать при всех замечание Стат секретарь с извинениями В ноги к царице упал Екатерина Великая Слезы увидев раскаянья Тут же смягчившись промолвила Что поскорее он встал И с благодарностью в голосе Императрица заметила Вы из любви это сделали Знаю и благодарю Я всего-навсего женщина В пылкости может чрезмерная Вот вам на память с бриллиантами Я табакерку дарю Если мою вы когда-нибудь Неосторожность заметите То табакеркой бриллиантовой Вы покажите мне знак Сразу откройте и нюхайте Пусть это будет приметаю Я пойму без свидетелей Что говорю я не так Два путника, два ангела Пришли искать ночлег В богатом доме странникам Лишь дали черствый хлеб И вместо дома теплого Их проводили вниз И ночевали около Они огромных крыс Сыром подавали ангелы Увидели дыру И старший в свете факела Не покладая рук Заделывал, замазывал Пока не рассвело И кончив дело ангелы Покинули село Два путника, два ангела Пришли ночлег искать И в бедном доме странников Бедняк стал угощать Хоть трапеза не райская Дал все, чем был богат И на постели хозяйскую Он уложил их спать На утро чуть забрежело Собрались уходить Бедняк с женою вежливо Их вышли проводить А сами еле силятся Рыданья превозмочь Корова их кормилица И сдохла в эту ночь И младший ангел старшему Взволнованно сказал Богатому и жадному Ты помощь оказал Не мог ты разве Вымолить корову бедняка И с болью нестерпимою Заплакал он в руках Не все так просто Ангел мой Послышалось в ответ Там за стеной подвальною Был клад золотых монет И чтобы тот богач Не знал я клад За мурава Прости, что я тебе тогда Об этом не сказал А этой ночью ясною Не мог сомкнуть я глаз За женушкой хозяйскою С косою смерть пришла Ее просил сердечная Жену оставить жить А больше было нечего Замен ей предложить Не все так просто Ангел мой Господь наш справедлив Он хочет Чтоб избранными мы все К нему пришли И нужно нам надеяться На промысел его Взирая со смирением На крест нелегкий свой И нужно нам надеяться На промысел его Взирая со смирением На крест нелегкий свой Аплодисменты 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 А как читаю? Сейчас вы услышите Аплодисменты Аплодисменты Да Начнем наверное с детства Да, какую нибудь картинку С детства Вообще Я мечтала быть мальчишкой Я сильно расстраивалась из-за того, что я родилась девочкой. Причем мне очень нравилось имя Игорь. И я мечтала. Мечтала о невозможном. Быть Игорем. Но иногда мечты сбываются. Однажды мы приехали к родственникам в Ангарск, где пошли отдыхать на природу. Это было рядом с домом. Я еще не училась в школе, и тогда у меня была мальчишеская стрижка. Не помню, как получилось, что мне надо было зачем-то сбегать домой. Дом был виден, заблудиться невозможно. Причем туда я дошла, а вот обратно все-таки заблудилась. Не помню, как я оказалась на улице города. Я увидела огромного жука. Из-за него все и произошло. Он так меня заинтересовал, что я начала следить за ним, крутиться вокруг него и потеряла ориентир. Когда поняла, что заблудилась, я запаниковала. У меня, видимо, был взгляд затравленного зверька, потому что на меня обратила внимание женщина. Я ей доверилась и сказала, что потерялась. Она привела меня к себе домой, дала хлеба и молока, а потом отвела в милицию. Уже смеркалась, мама сходила с ума. Меня нигде не было. Родные обзвонили все милицейские пункты, но девочки Светы нигде не было. В одном только пункте сказали, нет, у нас есть тут только мальчик такого возраста, а девочки нет. Мальчик Игорь. Мама сразу поняла, что это я, и папа поехал в это отделение. А я сидела там и ела мороженое, которое мне купил милиционер. Но это было еще не все. Потом я выпросила у мамы рубашечку мальчиковую, зелененькую, в клеточку и шорты. Обратите внимание, справа это Игореха с разбитой коленкой. Похож? В Ангарске меня никто не знал, как Свету. Я вышла во двор, набежали пацаны, которые играли в войнушку. Вместо оружия в руках у них были бутылки из-под шампуней, наполненные водой с отверстиями в крышках. Ребята спросили, как меня зовут? Не дрогнув, ни единым мускулом на лице, и не моргнув глазом, я ответила, Игореха. Это был один из самых счастливых дней в моем детстве. Я носилась, как угорелая с бутылкой, кричала, стреляла, выдавливая водяные фонтаны на пацанов. А потом меня загнали домой обедать. Я поднялась, и мама ахнула. На мне не было сухого места. Но я не захотела надевать платье, а завернулась в плед и вышла на балкон, потому что внизу пацаны надрывали свои глотки. Игореха, выходи, Игореха. И тут мой двоюродный брат Витька. Вот этот. Кричит им. Да какой это Игореха? Это же Светка. Так я была разоблачена, унижена и сломлена предательством брата. Больше я никогда не называла себя Игорехой. Я стала Светой, Светланой. И хотя в первом классе меня дразнили лысая башка да и пирожка, потому что родители зачем-то перед школой меня обрели наголо. Вообще-то у меня были ужасно путанные волосы, которые не давало расчесывать. Но мне со временем понравилось быть девочкой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Маляр Провожать он закаты, наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И еще он мечтал стать художником, чтобы когда-то Отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукционов, С каждым днем возрастая все больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешливый и алый румянец пленили его. И решил, что ее отпустить ни за что он не сможет, Если не передаст на холсте этот образ живой. Он ее рисовал вдохновенно и самозапвенно. И портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно. Да, хорошая кисточка, очень удачный портрет. Рассмеялся художник наивности девушки этой. Да при чем же тут кисточка? Дело в таланте моем. Я и черным углем нарисую все степени света. И белилами выкрашу ночь на холсте на своем. Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь, снимала. Мне казалось, что вы тоже кисточка в божьих руках. И премудрый дворец, чтобы мы красоту понимали. Через ваши полотна свой мир открывает для нас. У художника точно свеча вдруг погасла улыбка. И чеканья слова он сказал раздраженно слегка. Нет, творец это я, слышишь, я. И большая ошибка. Думать, будто бы я эта кисточка в чьих-то руках. Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте. И рукою уверенной снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете. Словно это не он гениальным художником был. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат. Что все бренно на этой земле, и что люди не больше. И что люди не больше, чем кисточки в божьих руках. Что все бренно на этой земле, и что люди не больше. И что люди не больше, чем кисточки в божьих руках. И что люди не больше, чем кисточки в божьих руках. И что люди не больше, чем кисточки в божьих руках. Песню, которая называется «Станционный смотритель». Екатеринославская губерния Была самим царем нежданно выбрана. Ведь Александр Павлович нигде-нибудь, А здесь сегодня чай изволит пить. Смотритель «Станционный» без внимания. Ему такая честь большая выпала. Он государю угодить старается. И самовар уж скоро закипит. Вдруг нового завета книгу древнюю, Что на столе лежала у смотрителя. Приметил царь и спрашивает, часто ли Читается здесь новый сей завет. Читаю каждый день и жить стараюсь я По заповедям нашего учителя. А где остановил свое ты чтение? От Марка на шестнадцатой главе. Царь хвалит «Станционного смотрителя» И тут же отправляет с поручением. А сам раскрыв Евангелие старое. Пять ассигнаций сотен их кладет. А через две недели мимо едучи По обстоятельств разному стечению Он ходит станционному смотрителю И снова книгу древнюю. И снова книгу древнюю берет И спрашивает старого знакомого Читал ли ты, пока я тут отсутствовал? Так точно, ваше царское величество Я каждый божий день ее читал. И как же далеко зашел ты в чтение Лицо у государя стало грустное Апостола Луку главу двадцатую Неладное почуяв прошептал Достал тот император ассигнации Пять сотен их в Евангелие вложены А ложь великий грех с печалью в голосе Смотрителю той станции сказал Ищите прежде царствия, вы Божия А остальное все тогда приложится Увы, ты не достоин приложения Ведь Божьего ты царства не искал Ищите прежде царствия, вы Божия А остальное все тогда приложится Увы, ты не достоин приложения Ведь Божьего ты царства не искал В одном дворе уже который год Жил одноглазый и безухий кот К тому же у него был сломан хвост И лапа от бедра наперекос Ходил как бы подпрыгивая кот И кличка у него была урод Всем детям, что играли во дворе Кота касаться строгий был запрет Со всех сторон тот кот гонимым был Но он, казалось, всех и все любил И кто его камнями отгонял А в ноги тех он терся и мурчал А дворничиха хоть была в летах Порой лилась шланга на кота И тот смиренно под струею мог Удрать как будто было невдомек Особенно тот кот детей любил Стремглав бежал к ним радостно вопил И на руки его кто если брал Он блузку или пуговку сосал Однажды кот нарвался на собак Увидела одна девчушка как Два страшных пса его терзали в раз Под режущую слух команду фас Бесстрашно подбежав девчушка там Схватила полумертвого кота Он задыхался, он едва дышал И морду след слезы пересекал Она бегом несла его домой Ведь он еще почти что был живой А кот пытался в этот миг мурчать И даже ее пуговку сосать Он умер у девчушки на руках Глаз золотой смотрел на облака И долго у подъезда своего Она сидела глядя на него И сострадание вмиг открыло ей И сделала девчушку тут добрей Что за уродством даже у котов Бывает беспредельная любовь Ну что вы хотите? Как я первый раз в Москву приехала Или как я с мужем познакомилась? В Москву? Да Но вернемся к моей поездке в Москву Ибо Москва началась для меня не без приключений Я уже упоминала, что была без ума от Высоцкого И первое, что мне хотелось посетить в столице Его могилу на Ваганьковском кладбище Изучив заранее по карте путь от рывокзала до кладбища Каким троллейбусом до какой остановки добираться Я, приехав в Москву с чемоданом и гитарой Потащилась на Ваганьковское кладбище Был солнечный теплый день Почти половину чемодана занимали кедровые ветки Сорванные в городском парке Иркутска поздно вечером Прости, Господи И замотанные влажным бинтом для сохранения свежести Чемоданы были тогда без колесиков Я была тонка и хрупка Плюс гитара в тканевом чехле Представляю, как я выглядела на кладбище Слезы душили меня Пока я перед раскрытым на земле чемоданом Разматывала хвойные ветви И укладывала их на могилу И тут ко мне подошел человек Плотного телосложения С сумкой через плечо В каких обычно носят фотоаппаратуру Представился местечкин фамилия А вот имя у меня уже выпало из памяти Стал рассказывать о том, что он был Другом Володи Вы можете себе представить мое состояние? Друг самого Владимира Высоцкого Говорил со мною Мало того, говорил, он даже показал мне Книгу «Нерв», которая вышла небольшим тиражом И являлась бестселлером У Мистечкина была книга стихов Высоцкого А на оборотной стороне замечательная фотография Я такой никогда не видела Высоцкий пристально вглядывался в меня И я понимала, что не смогу вернуть эту книгу Посмотрев с сожалением, он произнес Я вижу, как Вы любите Володю И как Вам не хочется расставаться с этой книжкой Но она у меня последняя Я умоляюще глядел на него И, уловив в его словах нетвердость Вдруг почувствовала, что он сможет с ней расстаться Мистечкин назвал цену 40 рублей Официально книжка стоила рубль сорок Но я готова была отдать ему сорок рублей Хотя у меня всего было около двухсот на всю поездку Учитывая, что рублей на восемьдесят мне по списку На заказывали мои родители и родные всяких хозяйственных безделушек Ведь в Москве, в отличие от провинции, можно было купить все Но где я еще могла бы приобрести эту книгу? Нигде! И вот она со мной Я прижала ее к сердцу с сияющим от счастья лицом И со словами благодарности Когда Мистечкин узнал, что я приехала поступать в театральное училище Он сказал, что у него есть возможность Поводить меня бесплатно на любые спектакли, в любые театры Поскольку он работает художником-оформителем в театре Маяковского И ему ничего не стоит позвонить и забронировать для меня пригласительный билет Вы представляете, с каким человеком меня свела судьба? Но так как я остановилась у родственников в Загорске, нынешнем Сергиевом Посаде Точнее, там еще нужно было ехать почти час на автобусе То если я попадала в театр, то не успевала на последний автобус А ночевать в Москве мне было не у кого Во время нашей следующей встречи Мистечкин пообещал устроить меня на ночь в общагу медицинского института После того, как я схожу в театр Ленком Тогда не было мобильных телефонов О встрече и месте мы договаривались заранее Трудно представить, но мы как-то встречались В сквере, на скамейке Я и отдала ему деньги, предназначенные на исполнение заказов От моих родных и друзей, написанных по пунктам Вместе с этим длиннющим списком Он пообещал мне все купить и встретиться со мной возле Ленкома Если вдруг он будет задерживаться, чтобы я не стеснялась, а подошла к администратору и сказала Что на фамилию Мистечкин для меня приготовлен пригласительный билет Можно, конечно, оправдываться, что я была наивная и доверчивая Но точнее все же сказать, что я была провинциальная круглая дура А таких дур надо лечить Лечение проходило небезболезненно Я стояла возле театра битых полчаса и ждала своего доброго спутника Но, понятное дело, его не было Тогда я подошла к окошечку администратора и спросила про пригласительный Пригласительного тоже не оказалось Я стала доказывать, что должен обязательно быть на фамилию Мистечкин Но администратор, видимо, жалившись надо мной, пропустил меня так И вот я в зале знаменитого театра Показывали жестокие игры с Караченцевым и Абдуловым, Догилева и Кравченко Мало того, я села не куда-нибудь, а во второй ряд По-иркутску я знала, что всегда, какой бы ни был аншлаг Найти одно хорошее место можно без проблем Так получилось и в Москве Я сидела, как завороженная, забыв и о Мистечкине И о том, что мне негде будет ночевать в этом большом городе, который не верит слезам Но в перерыве я все-таки опомнилась Нужно было решать Или уходить со второго отделения, чтобы успеть на последний автобус Или устраиваться где-то с ночевкой Я пошла к администратору Он был так добр ко мне Ведь пропустил бесплатно на спектакль Я зашла в кабинет и спросила «А можно у вас в театре переночевать?» Он удивленно поднял брови Я рассказала все как есть Он спросил, есть ли у меня деньги Я ответила утвердительно Ведь и в самом деле не все было потрачено на книгу Высоцкого и список заказов Которых мне уже не суждено было выполнить Администратор позвонил в театр Маяковского и спросил «Работает ли там Мистечкин?» Ответ был отрицательным Так что думать о том, что с ним что-то случилось И он не смог приехать, было смешно Тогда администратор, кажется, его звали Александр Позвонил в гостиницу «Северная» и сказал, что к одному из актеров театра приехала родственница А часть труппы на гастролях И, дескать, девушке негде ночевать В то время устроиться в гостиницу было почти невозможно Нас обнадежили, и он рассказал мне, как туда добраться После спектакля, от которого я, понятное дело, была в восторге Мне пришлось ехать на троллейбусе в гостиницу Это был пятиместный номер, без удобств Все уже спали, и я не могла даже включить свет Могла, конечно, но эта моя стеснительность и боязнь потревожить людей Не дали мне даже как следует расстелить постель Я легла Когда глаза привыкли к темноте, я различила на подоконнике связку бананов В советское время бананы были совсем другими, чем сейчас Они были необыкновенно вкусными, даже если с виду черно-зелеными И я любила их больше всех фруктов Как же я хотела есть! Как же я хотела вкусить тогда эту слегка вяжущую мякоть банана И долгому солить ее во рту Но пришлось засыпать так на голодный желудок Глотая слезы и обиды от того, что мне так наплевали в душу И одновременно благодарности к такому доброму администратору Который не оставил меня на улице АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Помещик Дать хотел ему отец образование У отца он был единственный один И имел к учебе склонности и желание О-о-о-о-о-о! Но чтоб приняли учиться сына он Государю должен был подать прошение Только парену неведом был закон Каковым к царю должно быть обращение О-о-о-о-о-о-о! Он припомнил, что в рассказах о царе Александра называли августейшим Но поскольку дело было в сентябре По-простецки написал он сентябрейший О-о-о-о-о-о-о-о! Император рассмеялся, прочитав Новый титул свой в доставленном прошении И немедленно распоряжение дал Просьбу выполнить, зачислить в заведении О-о-о-о-о-о-о-о! Пусть как следует его обучат там Вдоволь пусть дают и книг ему и хлеба И добавил, ставя подписи, государь Дураком таким, чтоб как отец он не был О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Он в автобусе ехал Он знал, что случайно попадет на войну И теперь, возвращаясь без ноги с костылями Он смотрел, как резвилась рядом с ним молодежь Молодые ребята, видно свадьбу гуляли Были их поцелуи, словно по сердцу нож Молодые ребята, видно свадьбу гуляли Были их поцелуи, словно по сердцу нож Вспоминал он про Лену, как друг друга любили Как она обещала, что всегда будет ждать Может, лучше его бы та в плену и убили Чем обузой такою для жены его стать Может, лучше его бы та в плену и убили Чем обузой такою для жены его стать Тут сержанта невеста поманила шампанским И жених добродушно с ним завел разговор И стаканчиков легких они пили по-братски И сержант им поведал, как он жил до сих пор И доверившись сразу незнакомым ребятам Хоть три года не мог он доверять никому Про письмо свое к Лене рассказал им солдатик Мол, зачем ей без ноги и контуженный муж Про письмо свое к Лене рассказал им солдатик Мол, зачем ей без ноги и контуженный муж Он писал ей о дубе, что на их остановке Где он с нею встречался раз, наверное, сто Если все-таки нужен ей такой он без ноги Пусть повесит на ветку бирюзовый платок Ну, а коли на дубе он пока не увидит Просто мимо проедет, и свободна она Он понять её сможет и не будет в обиде Ведь три года о муже не могла она знать Он понять её сможет и не будет в обиде Ведь три года о муже не могла она знать Ждали все с нетерпением остановки у дуба А скоро за поворотом им откроется он А сержант в напряжении все кусал свои губы И боялся, что сердце скоро выскочит вон А сержант в напряжении все кусал свои губы И боялся, что сердце скоро выскочит вон И когда он увидел дуб своими глазами Он смотрел, чуть не плача, лбом прижавшись к стеклу Был тот дуб одинокий, весь увешан платками И сиял бирюзою сквозь осеннюю мглу Был тот дуб одинокий, весь увешан платками И сиял бирюзою сквозь осеннюю мглу Дмитрий Колтаков Я рада, я рада Я рада Жили два близнеца в материнской утробе И другому один как-то высказал мысли А ты знаешь, мне кажется, есть после родов Удивительная и прекрасная жизнь И другой, потянувшись под маленьким сводом Тут улыбки без зубы своей не сдержал Это просто смешно, верить в жизнь после родов Брату верующему в ответ он сказал Как по-твоему жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно близнец отвечал Но мне кажется, там на земле больше света Я однажды во сне этот свет уедал Я, конечно, не знаю, как все это будет Но мы, может, своими ногами пойдем И еще, правда, это похоже на чудо Но возможно, что мы даже есть будем ртом Ерунда, вот уж это никак невозможно Наша жизнь пуповина и так коротка А ногами ходить и представить-то сложно Нет, не сможем ходить мы ногами никак И оттуда никто еще не возвращался Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся Наша жизнь — это только страдания во тьме А мне кажется, брат первый не унимался Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать И мы временно здесь, чтобы мало-помалу К жизни той после родов готовыми стать Брат неверующий лишь качал головою Верить в мать — это просто за гранью идей Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе Но скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю Но я чувствую сердцем заботу ее И ночами, когда все вокруг затихает Она гладит наш мир и тихонько поет Все наполнено ею и радость такая Словно в ней пребываю и ею живу И хоть точно про жизнь после родов не знаю Но я верю, что будет она наяву Я хотела бы сейчас прочитать одно стихотворение Оно есть в книге Это стихотворение я написала по воспоминаниям поэта Сергея Бехтеева С которым меня очень многое связывает Но я сейчас прочту стихотворение А потом кратенько-кратенько расскажу, что именно У отрока Бехтеева Сергея Что с детства без конца заболевал Еще вдобавок воспалилась шея Что даже не держалась голова Так с горки ледяной пошли несчастья В Москве ему придумали корсет Но и хирурги стали опасаться Что исцелить его надежды нет Тогда отец к профессору Быстрову Решил свести сынишку в Петербург И начались его мытарства снова Покуда случай не решил судьбу В одной квартире люди собирались Молчание торжественно храня Бехтеевы заметно волновались Все ждали гостя на закате дня Вдруг голоса послышались в прихожей Открылась дверь дубовая И вот вошел священник И в тот миг Сережа был удивлен Как светил лик его Все замерло как будто и застыло То был кронштадтский пастырь Иоанн И сердце чудо трепетно просило Ведь им такой молитвенник был дан Казалось в самом деле Будто с Богом Воочию священник говорил И с верой Недоступной И глубокой Он дерзновенно Помощи просил Окончился молебен И Сергея Благословение взять отец подвел Он рассказал историю про шею Светил науке страшный приговор И батюшка С отеческой лаской Коснувшись шеи Приобнял его Голубчик Все пройдет Как будто в сказке Слова вдруг прозвучали для него И словно электрического тока Волна коснулась шейных позвонков Как только его батюшка потрогал Ребенок понял Что совсем здоров С какой благодарности руку Ему тогда Сережа целовал Он знал Что позади теперь все муки И радостные слезы утирал Поэт Бехтеев Офицер на службе Как часто он тот вечер вспоминал Голубчик А корсет тебе не нужен Ему когда-то Батюшка Сказал Я сегодня обедала У батюшки Евгения Попеченко По печеньям которого В большей степени Сегодня и Наш концерт состоялся Хотя еще будет второе деление И он сводил меня в храм В собор Успенский Ой Я конечно же вспомнила Ну и теперь уже говорю Свой храм Который с помощью Моих зрителей Мы восстанавливаем Вот уже восемь с половиной лет И можно сказать Восстановили Восемь с половиной лет Я на каждом своем выступлении Прошу милостыню Потому что только Мои зрители и слушатели Восстанавливают этот храм Конечно же с Божьей помощью Ибо Господь Действует и помогает Через людей А сейчас я хотела бы еще Пригласить на эту сцену Моего большого друга Я всегда это делаю Каждый год И вы уже знаете И мальчик вот так Вот я приезжаю каждый год И не узнаю его Он все выше И выше И выше становится А начинали мы с ним Когда ему было Пять с половиной лет Он тогда еще Не умел читать Я тоже про него В книжке пишу Не умел читать И читать-то научился По моему сборнику Кисточка в Божьих руках И сейчас он сам уже Владеет гитарой И я бы хотела Чтобы он исполнил песню На стихи Поэта Сергея Вихтеева Музыка Моя с Божьей помощью И песня называется Молитва Молитва царской семьи Эту и другие Стихи Это стихотворение И другие Сергей Вихтеев Написал специально Для того Чтобы поддержать Царскую семью В ссылке Когда она находилась Еще в Тобольске И передал Через своих сестер Фрелин Императрицы И царь Плакал Над его стихами А стихотворение Молитва Которое сейчас Будет исполнено Было переписано Даже Рукой великой Книжной Ольги Я думаю Что действительно Эти стихи Поддерживали Поэта Сергея Вихтеева Называют Певцом Святой Руси Поэтом Пророком Как будто бы Он действительно Знал что будет С Россией И с царской семьей И именно В имении Поэта Сергея Вихтеева Находится Этот храм Сергия Радонежского В имении Поэта Сергея Вихтеева Которому Более четырех веков Но Я тоже Более подробно Говорю об этом В книжке Сейчас я приглашаю Никиту Нестерова Смотрите Какой парень Это уже стал Пошли нам Господи терпенья В годину В годину Буйных Мрачных дней Сносить Народное Гоненье И пытки Наших Палачей Дай крепость Нам О Боже Правый Злодейство Ближнего Прощать И крест Тяжелый И кровавый С твоей Кротостью Встречать И в дни Мятежного Волненья Когда Ограбят Нас Враги Терпеть Позор И униженье Христос Спаситель Помоги Владыка Мира Бог Вселенной Благослови Молитвой Нас И дай Покой Душе Смиренной В невыносимый Смертный Час И у Предверия Могилы Вдохни В уста Твоих Рабов Нечеловеческие Силы Молиться Кротко За Врагом Дмитрий Колтаков АПЛОДИСМЕНТЫ